Вы на зима, мои хорошие! Сегодня я хочу вам показать основные сайты недвижимости в Румынии, которыми вы могли бы воспользоваться, если вам нужна недвижимость в аренду, либо купить. Я специально для этого видео попросила своих коллег с работы ответить на вопрос, на каких сайтах вы искали свой дом, свою квартиру. Мне ответили и, в принципе, эти сайты совпали с теми, с которыми пользовалась и я, когда искала нам нашу квартиру. Давайте начнем. И начнем, наверное, с самого известного. Это у нас Immobiliari.ro. Давайте откроем его и посмотрим, что он из себя представляет. Мы находимся на сайте Immobiliari. Предположим, что хотим покупать сегодня квартиры, апартаменты. Это квартиры. Я хотела бы еще дополнительно посмотреть, если у нас есть возможность поменять язык. Нет, к сожалению, такой возможности нет. И мне кажется, и на других сайтах у нас такая же ситуация. Так, значит, смотрим. Значит, что мы делаем? Мы все-таки покупаем. Резиденциал и коммерчал. У нас есть две опции. Резиденциал – это то, что мы хотим купить себе. Коммерчал – это то, что у нас находится для аренды помещений для бизнеса, то есть помещений для офиса. Мы ищем квартиру на продажу в Бухаресте. У нас здесь двухкомнатная квартира, 65 квадратов, первый этаж из пяти. Декомандат – значит, квартира у нас поделена, то есть кухня у нас отдельно. И блок нов – это новое строение. Квартира стоит 46 тысяч, и я думаю, что это довольно справедливая цена для Бухареста. Здесь мы видим еще другие варианты выбора квартир. Есть много разных. Давайте будем смотреть то же самое и для инкериери, то есть аренда резиденциал и аренда коммерчал. Как я уже сказала, резиденциал – это для жилья, коммерчал – это для бизнеса, для офиса. Я не знаю, насколько это доступные цены, но если вы знаете, что где-то есть дешевле, или вы имеете с чем сравнить, было бы здорово почитать это в комментариях. Так, давайте посмотрим, сколько у нас стоит аренда квартиры в Тимишуаре. Самое интересное. Так, 400 евро в месяц. 400, 100 евро, вау! Но это режим к хотельер, это значит, что комната у вас будет что-то вроде отельной комнаты. Лукс. 500 евро. Довольно дорого! Или я просто давно не искала квартиры в аренду. Получается, довольно дорого, не ожидала таких цен. При оценкериере здесь можно поставить от какой-то определенной цены до, скажем, 250 евро. Нам не важно, какой этаж. Ну, 250 евро. И, да, 250 максимум. Ну, и это что-то вообще не суперское такое, не ахте. Сейчас посмотрим. Ну да, ну да. Давайте посмотрим другой сайт. Сайт называется story.ro. Давайте посмотрим. story.ro. Открываем. Опа! Акчепт. И поехали, значит. Если хотите, можете создать себе учетную запись. Если нет, можно смотреть какой-то по отдельности. Резиденциале. Ансамблу резиденциал переводится как жилой комплекс. То есть у вас есть возможность выбирать из жилого комплекса или отдельную квартиру. Значит, здесь я не хочу искать застройщиков. Я хочу посмотреть анонсор. Где в Инзаре? Посмотрим, сколько здесь продается квартиры. Надо выбрать, где. Так. Туата Румыния. О! Во всей Румынии можно смотреть, какие квартиры продаются. В Берчень. Метро Берчень. Это Бухарест. Метро Берчень. Синяя ветка. Почти 60 тысяч. Выглядит достойно. Не так уж и страшно. Да. Кто-то действительно покупает квартиры за 500 тысяч евро. Это где вообще? Песи уня, то ледо. А, это продается целый бизнес. То есть вы покупаете... Здесь можно покупать целый бизнес? То есть я имею в виду туристического плана. А, здесь я тоже в виду... Видосик они тут замотали. Да! Вау! Я не думала, что такое можно. То есть они организовали целый бизнес и продают его как недвижимость. Офигенно! Офигенно! И виды! Вы посмотрите, какие виды! Здорово! 500 тысяч евро! Ух ты! Так, давайте посмотрим, что тут. Где инкириат? В инзаре это продажа. В инкириере это аренда. Апартамент кудоукамери де инкириат. Милитарь резиденс 270 евро. Очень хорошо выглядит. Нормально. В принципе, 270 евро. Я думаю, нормально. Мы нашу квартиру, когда снимали, получается, около трёх лет назад, мы её снимали за 200 евро. Это было 30 квадратов квартира. Квартира очень маленькая. Было достаточно. Давайте предположим, что мы хотим приобрести, купить, где в инзаре, купить квартиру за... Давайте посмотрим 50 тысяч апплика. Бухарест, потому что все хотят, наверное, в Бухарест. И посмотрим квартиру де в инзаре. Арате. Да, в 30 тысяч. 30 тысяч. 30 тысяч квартира. Это где? Метро. Мдой. Аппаратуре Патрии. Ух ты. Аппаратуре Патрии. А что он такой грязный? Они его только-только строят. Поэтому он такой. Здесь можно покупать квартиры с авансом. В принципе, везде, если ты хочешь купить квартиру, можно сразу купить. Можно с авансом приобрести. Через кредит, ипотеку или примакасса. Выбирайте сами, какой способ покупки квартиры вы хотите. Следующий, но неофициальный сайт, это AllX. На AllX вы можете приобрести не только квартиры. Вы можете купить там и машины, и мебель, и, я не знаю, и собачек, и кошечек. Короче, это что-то вроде авито румынского. Вот, давайте будем смотреть. Значит, мы зашли на сайт allx.ro. Посмотрим, я не знаю, давайте напишем апартаменте де вензаре. А что тут есть в категории какие-то? Ух ты! А, вот иммобилиари нас интересует. Туати один иммобилиари. Окей. И до... Сколько? 60. Раз, два, три. 60 тысяч. И тут такие же возможности поиска квартиры, как и везде. Вот тут целый дом выдает. О, во мне... Смотрите, я как-то искала, тоже на AllX, кстати, искала. Сейчас снова включу. Значит... Касса де вензаре ламунти. Касса де вензаре ламунти. И вот здесь у нас цена в румынских леях. Но, насколько мне известно, вот здесь можно поменять на евро. И сейчас поменяем в евро. Значит, вилла ламунти. Зона бряза. Кстати, очень хорошая эта зона, насколько мне известно. 80 тысяч! Дом! Целая хата! Вилла! 80 тысяч! Клёво! Вот ещё касса ламунти. Зеро комиссион. Здорово! Вы посмотрите. Вент касса ламунти. Шайзе чтени. И обратите внимание, что цены на недвижимость где-то в глубинке, в горах, например, где у нас тут бряза, жудет-сулдымбовица или ещё что-то, они стоят столько же, сколько стоит квартира на 40 квадратов в Бухаресте. Понимаете? Это настолько вот такой вот парадокс странный. Даже дома, которые пошарпаны, убиты временем, они стоят столько же, потому что люди психологически, я думаю, понимают, что горы — это всё-таки деньги в какой-то степени. Так. Касса терен по дуре де вензаре в Мунтий-Апусень. А кто не знает, Мунтий-Апусень — это одни из самых красивых гор в Румынии. И вот, кстати, здесь и картинка показана. Ого, целый лес! Тут лес продают! Понимаете? Вау! А сколько это стоит? И домик тут маленький, видите? Он идёт такой старый. Опа! Что-то я нажала. А вот, видите, этот домик старенький такой? Красиво! И лес! Здорово! Суна в инзотору, тримите миссаж. Мы этого делать не будем. Но чтобы вот здесь то же самое у вас появляется. Давайте посмотрим, почему 15 евро. Потому что они, наверное, касса, пластюрен подури де вензаре. Прец. Ааа! 15 евро квадратный метр! 15 евро квадратный метр. Тут всего... Да, тут получается где-то 30 тысяч, 30 тысяч евро купить лес, дом и возле дома ещё определённую территорию. Примерно 30 тысяч. Но я думаю, что это будет стоить намного больше. Тут получается, ну да, 27 тысяч евро супрафация утила. Вот здесь вот, видите, пишет. Что тут ещё есть? Касса ламунте. 70 тысяч. Давайте посмотрим. Здесь можно приобрести, смотреть, искать ещё левады. Левады это у нас сад любой какой-то. Посмотрим, что у нас здесь выпадет. Вот. Касса. Касса ку левады. 15 тысяч метров квадратных. То есть продаётся дом и большой сад. 170 тысяч. Дом, кстати, если посмотрите, то он не из старых. Довольно себе такой современный. Классный дом. А, ещё нужно смотреть где. Вы уже сами разберётесь. Потому что здесь можно. Туата Румыния меняете на какой-то определённый, скажем, туча. Нас интересует. И вот здесь продаётся за 130 тысяч целая возможность. Ещё кто не знал, есть возможность искать недвижимость на самом Фейсбуке. Хорошо. Я ещё дополнительно скажу по этому поводу. Если вдруг вы живёте за границей, то, скорее всего, какие-то из этих сайтов есть вероятность. Они могут у вас не открыться. Это из-за того, что вы находитесь в России, к примеру. И некоторые сайты не открываются. Для того, чтобы они открывались, вам нужно подключать или устанавливать VPN. Вы найдёте, уверенно найдёте в Гугле, что установить, как настроить. Вот. И всё. Спасибо большое, что были со мной. Я надеюсь, вам помогла информация, которую я вам дала. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok